Слава Господу, друзья, за время, проведенное друг с другом и с Господом. Сегодня Господь многими словами ободрял нас, разумлял нас. Все то, что мы делаем, это угодно, это прекрасно, это славно перед Богом, это почетно перед Ним, потому что, делая что-то для других, мы делаем для себя так же. Поэтому пусть Господь благословит нас всех, не унывать. Хотя сегодня мало, но сегодня есть мероприятия у молодежи, поэтому они сегодня отсутствуют. Но мы молимся также и за молодежь, и за свои семьи, и за устройство, за свое состояние. Все это служит к созиданию, к обновлению. И это благо человеку, если человек понимает, что это ответственно и важно перед Господом. Я прочитаю, у нас следующее будет нужда, это об устройстве нашей церковной жизни, церковных служений, о предстоящем ремонте, который будем делать в церкви, чтобы Господь благословил все это, устроил. Ну и та страна, в которой мы живем, в которой Господь благословил нас, привел нас сюда, чтобы мы здесь могли продолжать служение Господу, расти детей, возвещать Господу людям о делах Господних, которые Он творил в нашей жизни, и то, что Он делает сегодня в церкви Христовой. Для того, чтобы Он был ярко выражен, для того, чтобы Он был очевиден сегодня в церкви, для того, чтобы жизнь Христова здесь бурлила мощным потоком Святого Духа, чтобы мы понимали, что наше служение да и служение Духа. Поэтому апостол Павел в своем послании к римлянам в 12 главе, это есть, можно сказать, это есть устав в церкви, римской церкви. Здесь говорится так. «По данной мне благодати всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и многие мы составляем одно тело во Христе, опоры один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, «Ты имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учите ли? Обучение. Увещевайте ли? Увещевай. Раздавайте ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворите ли? Благотвори с радушием. Любовь, да будет непритворно. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитвах постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйтесь смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Последним стихом он говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добру. Друзья, мы здесь прочитали такие, ну, можно сказать, это характеристика христианина, принявшего веру и в сердце Иисуса Христа, и который живет по заповедям Господним, то это есть служение церкви, которое должно, это мы, о чем мы молимся об устройстве церкви, это, можно сказать, каждый департамент церкви, который выражает какое-то служение, друзья, то он каждый должен делать так, как подобает христианину. Здесь апостол Павел очень многих дает советы на различные служения, здесь и на пророчества, на духовные служения он дает советы, как нужно поступать, как нужно пророчествовать, как нужно, это все для устройства церкви, эти все правила данные, не лично для человека, для себя, а для устроения церкви, потому что в церкви может быть и нужды, и просьбы какие-то, и отпадшие будут, и угнетенные, и плачущие будут, и нужно кого-то утешать, кого-то вразумлять, кого-то поддерживать, кому-то любовью служить, кого-то надо, ну просто, друзья, проявить какое-то особое внимание, и человек смотришь уже ободряясь, и человек уже вместо одиночества, у него уже приходит какое-то такое оживление внутреннее, и человек понимает, что мы не безразличны друг для друга, это есть церковь Иисуса Христа, и Павел об этом говорит, мы пользуемся для другого члены, это организм Божий, и поэтому, друзья, у нас много очень служений, и мы должны молиться об этом, чтобы Господь помогал, все то, что мы сегодня прочитали, я не буду по порядку у каждого останавливаться и обращать внимание, я думаю, я прочитал, это вам знакомое место, вы этим и живете, и это оно проявляется в нашей жизни, но чтобы как-то освежилось в нашем понимании, нашего труда перед Господом, что мы не должны быть ленивы и беспечны, но это каждому Бог дал призвание, дал ему каждому призвание, если дал тебе призвание утешать, то утешай, то утешай, не надо раздавать, ты не сможешь раздавать, Ты, если призван утешителем, утешай, поддерживай, вразумляй, продевай с любовью это действие, потому что цель увещевания любого чистого сердца, а если не хватает любви, то не старайся увещевать, ты беды только натворишь вместо этого, ты травмируешь, ты ранишь человека. Поэтому здесь Павел говорит, что у каждого дано что-то, каждому дано, и каждый пребывай в том служении, в котором призвал тебя Господь, и старайся это делать от души и от сердца, и Павел здесь говорит, смотрите, чтобы любовь была непритворная, не делайте просто напоказ людям, делайте так, чтобы через это прославлялся Господь, а если у нас есть наше эго, наше проявляется в этом, то обязательно будут трудности, мы вместо пользы принесем много вреда, и тогда церковь не строится, а церковь может разрушаться. Потому что много будет больных, много будет израненных, люди будут уходить из церкви, потому что им здесь неуютно будет, а мы слышим, что всегда нужно, там где любовь, там и устройство, там где единство и лад, там и клад будет, там и церковь будет устроена, там ремонт сделаем, там и построим, там решим еще много проблем, когда мы понимаем, что это наше, это наше, это не кто-то, а наше. И вот я хочу на один сегодня стих обратить внимание, будьте иномысленны между собою, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Это в каждом служении, это важные слова, которые говорит апостол Павел. Последуйте смиренным, невысокодумайте о себе, что ты один только можешь сделать, и больше никто не сможет. Нет, Господь, если уверил в тебе, то ты делай это, делай. В воскресной школе делай, как с детьми своими обращайся. Если ты где-то у молодежи занимаешься, то будь ты как отец для молодежи, для того, чтобы как старший брат мог вразумить от души и от сердца. Если ты сегодня какие-то выполняешь служения, то старайся это делать во славу Господню, невысокодумая о себе, последуй смиренным, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, устройство, помощь и созидание. Поэтому мы помолимся об этом, чтобы Господь благословил каждого, труженика в нашей церкви. У нас их очень много, друзья. Вот мы сидели немножко, вроде как, недавно сделали одно паре, и вроде смотрели, вот занимаются с нашими детки. Вот умелые руки, они какую-то прививаем любовь, показываем людей, как приспосабливаться к жизни, как вроде какие-то опыты, навыки передают. Детям очень интересно. И вот собрались, и кажется, ну что там такое, сколько там людей? А когда собрались, там коллектив человек 20, наверное. И люди отрывают свое время, приходят каждое воскресенье, в субботу, приходят для того, чтобы что-то принести нашим детям. А нам кажется, я как-то, я сидел, вот как раз говорю, вы знаете, сколько человек участвует в том, чтобы у нас существовало русское радио. Нам кажется, я спросил этих, вот там сидели все за столом, я говорю, сколько вы думаете человек участвует в организации радио, чтобы она звучала 24 часа и каждый день 7 дней в неделю. Сколько вы думаете? Ну человек 100, наверное. Ну человек может 150 и все. Я говорю, вы знаете, я вам сейчас расскажу, сколько человек. 500 человек задействованы, чтобы радио русское у нас звучало каждый день, 24 часа в сутки. 500 человек задействованы во всем Портландии, от каждой церкви, целый коллектив людей задействованы. Есть в церквах по 70 человек, для того, чтобы сделать одну часовую программу, а у кого там 2-3 часа, там вообще людей очень много. По 70 человек задействованы, чтобы один час служения по радио привести, нужно столько людей. Поэтому, друзья, это немаловажное дело. А слушают тысячи, тысячи, десятки тысяч слушает русское радио. И оно несет пользу. Я знаю, что оно несет пользу. И многие отзываются очень положительно. Так и в церкви нашей, друзья. Очень много служений. Мы, может, не замечаем, кажется, да что там, вроде один человек, вышел хор, пропел и все. Друзья, для того, чтобы одну песню выучить, нам нужно целый месяц надо заниматься, 3-4 спевки, оттренировать, оттренировать, постоянно работать, работать, чтобы пропеть одну песню. А эта песня всего длится 3-4 минуты. А нам нужно столько времени заложить на это дело. Поэтому, друзья, будем молиться, будем поддерживать. Не отбивать руки те, которые работают, те, которые трудятся, которые стараются. Благослови вас, Господь. Ну и помолимся за страну нашу, в которой мы живем, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную. И Господь дал мудрость правителям, дал начальствующим мудрость для того, чтобы... Потому что всякая власть от Господа, друзья. И поэтому будем подчиняться, не будем злословить, но будем молиться, поддерживать, чтобы нам было благословение Господне. И нам будет всем хорошо. Помолимся об этом нашему Богу. Аминь.